Учитывая тенденцию игр серии Total War, для меня Сёган 2 скорее всего останется лучшей реалистичной игрой в серии. Впрочем, не лишён он и некоторых противоречий, и неудачных дизайнерских решений. Но они так изящно и гармонично переплетаются с достоинствами, что в итоге получается... Сёган 2. Судите сами. Игра сменила акцент с половины земного шара, ну или хотя бы европейского региона, на сравнительно небольшие японские острова. Но с другой стороны, стратегическая карта отмасштабирована и поделена настолько тщательно, что изменения практически не замечаешь. Перед игроком по-прежнему обширные земли для завоевания, а наличие нескольких изолированных островов даёт дополнительные преимущества, или наоборот, ставит неудобные вопросы перед амбициозным завоевателем. Морские сражения утратили свою красочность и масштаб, ведь японский флот тех времён не мог похвастаться выдающимися характеристиками или техническим разнообразием. Однако, наличие суши поблизости почти в каждом сражении открывает новые, пусть и немногочисленные тактические возможности. Кроме того, возможность целенаправленно поджигать вражеские суда и ориентированный на абордаж характер морских схваток добавляет противостоянием на воде динамики. Искусственный интеллект не слишком старается подбирать войска сообразно плюсам и минусам своей фракции. Большинство боёв превращаются в противостояние практически идентичным стэком войск под разными флагами. Но до чего красивы битвы сами по себе? Схватки пехотинцев превратились в индивидуальные смертельные дуэли. Скорее всего, это индивидуальная придирка, но мне не хватает коротких роликов, отмечающих успех или неудачу тайных агентов игрока. Всё Ган 2 непосредственно наблюдать мы можем только за злоключениями ниндзи и гейдж под нашим предводительством. Но это всё равно лучше, чем безэмоциональные текстовые сводки, что придут им на смену в будущих играх серии. Единственный аспект игры, который действительно хочется поругать, это дипломатия, на пару с условиями победы. Для местных компьютерных оппонентов честь и совесть лишь пустой звук. Они нарушают устоявшиеся соглашения, когда им вздумаются. Предают не только вас, но и друг друга, руководствуясь. Такое впечатление, что ничем не руководствуясь. Даже династический брак не убеждает вас от удара в спину, которого, впрочем, может и не последовать. Как правило, спорные дипломатические решения – прерогатива серии Civilization. Но по своему опыту могу заметить, на фоне Сёган 2 их политики вверх разумности. Кроме того, даже заручись вы поддержкой как коунт истого чтущего договоры дома, владычество над страной вам всё равно не видать. По каким-то странным мотивам контроль территории, необходимый для победы в компании, не учитывает земли ваших союзников. Поэтому придется или очень тщательно выбирать друзей, вставляя им при случае палки в колеса и всячески ограничивая дружественную экспансию. Или сразу взять курс на тотальное уничтожение всех оппонентов. Но даже с таким существенным недостатком, сводящим все дипломатические расшаркивания к банальной резне, Сёган 2 может подарить заинтересовавшимся игрокам много приятных часов или даже дней. Ведь в отличие от искусственного интеллекта, вы можете экспериментировать с типами войск, подбирать оптимальные составы армий для каждой задачи и под каждого из своих полководцев. А выбирать, как ни странно, есть из чего. Хотя большинство отрядов в игре выступают под любыми знаменами, каждый из великих домов способен удивить оппонентов, выставив на поле боя один-два уникальных типа войск. Автоматической победы они вам, разумеется, не принесут, но могут не только непосредственно усилить ваши ряды, но даже послужить отправной точкой смелой и неожиданной стратегии. Продолжение следует...